Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин компании нет. Общественному совету предложили повысить тарифы на тепло и горячую воду с июля не на 6 процентов, как предполагалось ранее, а почти на 10 процентов. То есть платить за тепло будут больше на полтора рубля за квадратный метр и за горячую воду почти на 4 рубля за куб. Повышение тарифа будут утверждать городские депутаты, но повышение в любом случае не избежать. В Омской области вводится двухуровневая система отбора подрядчиков. На первом этапе будет оцениваться деловая репутация организации, техническая оснащенность, обеспеченность квалифицированной кадрами, отсутствие нарушения при выполнении аналогичных договоров, ранее заключенных с фондом Капремонта. На втором этапе отбора проводится оценка подданных заявок и определяется победитель из числа прошедших первый этап. В фонде Капремонта пояснили, что введение предварительного отбора позволит не допустить к участию в конкурсе недобросовестных подрядчиков и авантюристов, которые не имеют собственных ресурсов и нанимают неквалифицированных субподрядчиков. В комиссию по отбору подрядных организаций входят представители фонда регионального Минстроя, Минэкономики и Госжилинспекции Омской области. Дачи рядом с Красногорским гидроузлом уйдут под воду. Об этом заявил глава регионального МЧС Владимир Корбот. По его словам, спасатели сделают все возможное, чтобы минимизировать последствия повадкам. Тем не менее, как заявил глава регионального МЧС, даже в случае полного разрушения гидроузла водного апокалипсиса вниз по ретушуму не будет. У нас зарегулировано верхнеэктическими водохранилищами. Это, например, Нагорская, Литарминская, Северинская, Грязь, которые не позволят такому просто наста произойти. Добавим проблемы с Красногорским гидроузлом в Азербайле после того, как там два года не велось никаких работ. Этот важнейший для региона объект был попросту заброшен. Омская область вошла во вторую десятку регионов по количеству трудовых протестов за первый месяц этого года. Ввести с ней к числу среднеактивных попали Ивановская, Ленинградская, Оренбургская и Саратовская области, а также Амурская область, Республики Хакасия. В топе лидеров Челябинская, Самарская, Кировская и Свердловская области. Такие данные приводятся в карте трудовых протестов в регионах России, составленные Центром экономических и политических реформ. Всего за 2016 год в России произошло 132 случая трудовых протестов. Аналитики уточняют, что митингующие выходили на улицы с протестами против ухудшения условий труда, расформирования предприятий, увольнений и задержек зарплаты. Умск вошел в число самых непривлекательных городов для переезда. Таковы результаты опроса агентства Headhunter. Абсолютным лидером здесь оказался Новосибирск. Чаще всего в этот город хотят переехать представители сфер продажи, информационной технологии и производства. Сразу 37% всех соискателей и жителей Сибири хотят жить и работать в Новосибирске. Вторую строчку по числу желающих переехать занимает Красноярск. В этот город хотят переехать 16% сибиряков. В основном это производственники, продажники и топ-менеджеры. В Иркутск хочет переехать каждый десятый сибиряк. В Омск планируют переехать всего 9% жителей Сибири. Российский центр изучения общественного мнения представил данные опросы о том, как часто идут россияне, какими авиакомпаниями и в чем основные причины отказа от полетов. В течение года доля авиапассажиров в стране практически не изменилась. Это по-прежнему около 20% россиян. В последние несколько лет 9% летали лишь однажды, 8% в 2-3 раза, 2% опрошенных за этот период совершили 4-5 перелетов и 3% летали 6 раз и более. Чаще всего летали самолетами аэрофлота. Каждый пятый 22% из тех, кто пользовался услугами авиаперевозчиков. Вторым по популярности является авиакомпания «Трансаэро». Пассажирами ее рейсов становились 16% респондентов, летавших в последние годы. Раньше летала Турция, Таиланд, Египет, а сейчас теракты страшноваты немножечко. Нет, не летала, но хочу полетать. А причина пока некуда и возможности не позволяют учеба. Еще не летала, но возможно этим летом на море, потому что на самолете быстрее, чем на поезде. И комфортно. В Сочи, в Черное море. Не летали никуда, потому что нет времени. Если бы было время, то полетела бы в Индию, наверное. Ежегодно летаем на отдых за рубеж. Это имеется в виду Швейцария, Хорватия, Италия, Испания. И очень боюсь. Боюсь, наверное, как каждый нормальный человек, боюсь высоты. А по работе я не летаю. Не летаю, потому что не падаю. Я учит поезда, либо на машине. Просто боясь за жизнь, боюсь технических поломок самолета. Только на отдых не боюсь летать на самолете. Летала в последний раз в Крым. Летаем на самолетах буквально. Два года назад летали в Турцию. Сейчас просто нет возможности такой. По работе не приходилось, не боялись. Последний раз летали в январе в Таиланд. Летаю мне часто буквально раз в год. Но в связи с терактами теперь гораздо страшнее. Ну, чисто внутренние ощущения. Боюсь технических поломок. Я летаю. Последний раз летала в Москву. Не летаю только по той простой причине, что мне летать некуда. Да, летала в прошлом году. В августе месяце навещала своих родственников в Москве. И посещала курорт. Тоже на самолете отдыхала. В ближайшие дни литр горючего будет стоить на 2-3 рубля дороже. Констатирует московский комсомолец. Скачок цен произойдет из-за повышения с 1 апреля акциза на горючее. За счет этого чиновники хотят пополнить бюджет на 90 миллиардов рублей. Хотя в первую очередь рост акцизов должен заставить раскошелиться владельцев АЗС. Это ударит по карману рядового автолюбителя. По мнению экспертов, остановить рост цен способна талонная методика продажи бензина. Но многие эксперты уверены, что даже этим положение не спасти. Возврат к советской системе торговли горючим породит новую бюрократическую и коррупционную цепочку. И в результате литр бензина к концу года перевалит за 50 рублей. Накануне дня смеха многим омичам не до улыбок. С 1 апреля проезд в муниципальном транспорте должен составить 22 рубля. Газета «Четверг» выясняла, как на эту ситуацию смотрят переводчики, законодатели и общественники. По словам экспертов издания, при каждом подорожании проезда городской транспорт теряет до 10-16% пассажиров. Люди начинают ездить на газелях, приобретать личные автомобили. А соответственно, расходы пассажирских предприятий увеличиваются. Если раньше им межтарифную разницу компенсировал бюджет, то теперь от них просто эти деньги уйдут. Таким образом, вновь встанет вопрос о повышении стоимости проезда. При этом качество самих перевозок будет только ухудшаться. Турецким продуктам расширит эмбарго, пишет коммерсант. Россия может ввести запрет на поставки всех видов продуктов растеневодства из этой страны. В течение месяца заявил глава Россельхознадзора Сергей Данквер. По его словам, ведомство вынуждено вводить эти ограничения, так как мер, принимаемых турецкой стороной по обеспечению качества продуктов, недостаточно. Сначала был закрыт ввоз части продукции, дальше эмбарго будет вводиться по мере обнаружения нарушений. Ограничения могут вводиться или по наименованиям, или сразу на все продукты растеневодства, поскольку турецкая сторона ограничивается только письмами, но не готова обсуждать проблему. К 1 апреля все магазины и заведения ПЧПИТа, торгующие алкоголем, должны быть подключены к единой государственной автоматизированной информационной системе. Об этом на своих страницах пишет ежедневная деловая газета РБК. Система создана для контроля над оборотом алкоголя в стране. Лицензию на розничную продажу алкоголя по данным Росалкогольрегулирования в стране имеет почти 229 тысяч заведений. С 1 января 2016 года с единой государственной автоматизированной информационной системой начали работать все оптовые торговцы алкоголем России, а розница должна фиксировать через эту систему все поставки от них. По плану торговцы должны были начать это дело с начала года, однако они не успели подготовиться к нововведению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова